МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как оказались у нас на Алтае? А как оказался у вас на Алтае, мне пришло приглашение от музыкального театра, от дирекции, исполняющего обязанности директора Андрея Владимировича Малышева и от главного режиссера Татьяны Геннадьевны Столбовской поставить мюзикл к 85-летию Алтайского края по мотивам, легендам, преданиям, мифам алтайским. Вы с удовольствием? Я, конечно, не мог отказаться, потому что еще постановочная вся бригада и группа создателей творцов, она одна из моих любимых, это Нонна Кротова, либратиста, это Евгения Терехина, композитор. И не поработать с такой командой, ну, это просто было бы грешно. Я тут уже в подводке сказала о том, что Хан Алтай – это мировая премьера. Не слишком громкое такое заявление? Ну, любая премьера, которая исполняется впервые где-либо, это мировая премьера, поэтому тут все абсолютно оправдано, легально и абсолютно не громко, а так, как полагается, сказано, мировая премьера. Вообще, откуда такое название «Хан Алтай»? Кто придумал, чья идея? А «Хан Алтай» – это идея, ну, наверное, она совместная всех нас, вот, творцов, создателей этого мюзикла, дирекции, главного режиссера театра, да, один из основных мифов алтайских, который положен в основу либретто этого спектакля, вот, и титульная заглавная роль Хана Алтай, вот, она высвечена в названии. Угу. Что вообще за постановка и вообще кто и почему на нее вот решился, да, изначально? Это, это вот же кто-то придумал здесь у нас? Ну, это да, ну, я могу сказать, что, как вы уже озвучили, она приурочена к юбилею Алтайского края, к 85-летию, и огромное спасибо Министерству культуры Российской Федерации, при поддержке которого это, собственно, все осуществилось, благодаря их гранту, вот, да, и поэтому была выбрана именно эта тема такая, национальная, помпезная, очень крупная. Угу. Вы что-то такое подобное делали раньше? Я могу сказать, что я именно, мне приходилось именно создавать мюзикл, да, то есть с композитором, с либреттистом, это было в Петербурге. Мы тоже так же садились и создавали мюзикл, я писал синапсис, а рождались какие-то поэтические фрагменты, которые потом ложились в основу арии терцетов, дуэтов, композитор писал музыку, но вот мы вот уже вот так вот создание мюзикла у нас уже было, скажем так. А вообще, вот мы уже сказали, что в основу легли какие-то национальные, там, фольклорные, да, истории. Или что вот за постановка, о чем она? Ну, там прежде всего... Там какая-то группа туристов куда-то идет, что это? Мы хотели мифы и реальность. У нас в основе группа туристов, которая собирается в Горный Алтай, приезжает туда, да. И самый главный у нас там миф, это мифы о семиголовном дельбегене страшном. И вот, собственно, через все эти мифы и предания, самая наша главная задача, месседж, посыл в зал, это о том, как преодолеть свои страхи и все свои комплексы, да, прежде всего, которые мешают нам жить. Вот для нас спектакль об этом, вот мифы народов Алтая нам понадобились именно для этого, чтобы каждый в течение этого спектакля задумался о том, что происходит с героями, как они меняются на сцене, как они перерождаются, становятся сами лучше, да. И каждый задумался о том, какой у него есть комплекс, который мешает ему жить, какой есть вот какая-то, может быть, в чем-то неполноценность, которая мешает осуществить свои мечты, свои стремления, свои желания. И вот как-то начать бороться с этим, думать над этим и так далее. То есть, у нас такая вот сверхзадача, скажем. Я еще так поняла, что все эти люди, которые туристы, да, они приехали из разных городов, да, по сути? Из разных городов, из разных стран. Там есть и француз Люка, там есть борец Рустам со своей женой Викторией, там столичная Катя с Максимом, вот. Там есть проводник Сумер, как это положено. То есть, там набор такой очень-очень-очень-очень-очень разнообразный. Ну, это, наверное, еще связано с тем, что сейчас у нас в Горной Алтае, так сказать, не зарастает. Ну, возможно, и с этим тоже связано, не знаю, но Горной Алтай всегда пользовался хорошей славой у туристов, потому что и существует же, и говорят мнение, что если ты пришел на Алтай с добрыми мыслями и помыслами, они, да, утроятся, там, удвоятся. А если ты пришел, там, с черными мыслями, какими-то плохими намерениями, то ты там и погибнешь. Ну, то есть, Алтай всегда место такое и мистическое в чем-то, и магическое, которое зазывает к себе людей. Как совмещали вот эта история про туристов, да, с мифологией? Сложно ли это было? Нет, это совершенно было несложно, это было даже интересно. Мы прослаивали, у нас получился такой слоеный даже пирог в чем-то. То есть у нас слой мифов-легенд, слой таких вот туристических бытовых сцен. Мы даже по жанру, когда сидели с ребятами-артистами первую неделю репетиции определялись, да, мы с ними определились, что это у нас такая лирическая комедия получилась больше, да, о любви, о верности, о дружбе, о преданности, о вот всех тех качествах, которые будут вечными всегда. Да, помогают нам о них рассказать, опять же, алтайские мифы, легенды, предания. Вот вы сказали вначале, что у с вами целая команда приехала. Кто вообще помогал вам воплощать вот эту задумку? И помогает, потому что у нас еще, да, процесс пока идет, до премьеры у нас осталось, ну, чуть-чуть побольше двух недель. Это, кстати, мало или много? Знаете, мы всегда как студенту не хватает одного дня, да, хорошему студенту не хватает одного дня. Мы хорошие студенты, вот нам одного дня может быть даже, да, я думаю, нет, конечно, хватит, потому что замечательные цеха в музыкальном театре, замечательный завпост, люди, которые полностью дают себя профессии, а помогают вот всю эту создать красоту, прежде всего, дают, что называется, наводку, да, художницы из Петербурга, у нас вообще такая петербургская команда приехала, художницы из Петербурга, Лена Вершинина, мы с ней очень много работали, мы создали с ней уже целый ряд спектаклей, и вот все то, что зрители видят на сцене, вся сценография, все костюмы, это вот все будет Лена Вершининой, она взяла за основу обрядовые ленточки Диалама, и вот на основе этих обрядовых лен Диалама она создала весь ряд костюмов и создала вот абсолютно на сцене белоснежный кабинет, который будет напоминать горы Алтая, такой графичный, все будет очень на прострел, очень воздушная декорация, вот, и, конечно, балетмейстер-постановщик Антон Дорофеев, тоже Санкт-Петербург, тоже с Антоном, я много продуктивно работаю, уже не один спектакль мы с Антошей создали, очень давно знакомы, познакомились еще, когда были студентами, наша первая работа была, и вот он создает всю вот эту вот необычную хореографию, он использует современные стили хореографические при создании мифологии, потому что вот у нас даже есть еще четкое разделение, что солисты, артисты, это у нас герои бытовые, а весь балет замечательный, театр музыкального, это у нас герои мифологические, герои легенды, герои преданий, то есть у нас вот такая вот градация идет. А музыка? Музыка, ну как в мюзикле без музыки, да? Музыка, как я уже сказал, это Евгения Терехина, замечательный композитор из Красноярска, зрители музыкального театра Барнаула знают ее по спектаклям «Синяя птица», «Ползунов», вот этот вот замечательный композитор, замечательный мелодист Женя. Вы впервые с ней работаете? Я работаю с ней, конечно, впервые, но с ее работами я был знаком еще до, да. То есть, ну вот нам, к счастью для меня, мне удалось с ней, вот, с Женечкой поработать, причем человек абсолютно отзывчивый, замечательный творец, и ее музыка, она настолько мелодична, что, как обычно говорят, чтобы мюзикл состоялся, нужен один, хотя бы, как говорил Эндрю, и говорит Эндрю Ллойд-Вебер, нужен хотя бы один или два хита, да? Вот, у Жени, как правило, это целый россыпь. Вот, по поводу хитов в мюзикле «Хан Алтай» я могу сказать, что там, ну, совершенно точно гарантированно парочка обязательно будет, несмотря на то, что вся музыка тоже безумной красоты. Ну, вы сказали, что в спектакле вся почти труппа задействована, прям масштабная будет постановка, да? Да, это огромная масштабная постановка, задействована практически вся труппа, весь хор, весь балет, практически весь состав солистов, и все цеха, то есть заняты, то есть, ну, это огромный, развернутый, такой полномасштабный мюзикл к юбилею, к 85-летию, такое вот приношение музыкального театра городу, Алтайскому краю, и... Такой подарок большой. Такой подарок большой, да. Труппа как приняла вас? Вы же впервые с ними работаете. Вы знаете, когда едешь к новой труппе, это всегда волнительно, потому что прежде всего хочется, ну, знаете, как говорили многие режиссеры, я не девушка, чтобы нравиться, и не девушка, чтобы меня любили. Хочется просто удобной, комфортной работы и уважения, прежде всего, к друг другу. Я надеюсь, что да, потому что труппа очень отзывчивая, труппа очень психологически тонкая, очень мастеровитая, все на очень хорошем профессиональном уровне ребята. Я сейчас ни в коем случае не льщу, потому что это огромное умение и такт иногда режиссеру прощать. Ну, все равно, когда ты отвечаешь за все, ты кое-что можешь не успеть. Это огромное умение и человеческий вот такой вот карт-бланш благородный, что-то режиссеру спустить на тормоза и простить в какой-то момент, когда он, допустим, вот действительно неправ. Они это очень умеют делать, они этим владеют, они какие-то очень чуткие. Это замечательный трупп, замечательный состав. И я надеюсь, что мы благополучно с ними приплывем к 22-му числу, потому что мы как раз сейчас ровно на середине пути. Но я могу сказать, что, в принципе, это одна из лучших трупп, с которыми мне действительно доводилось на данный момент работать. Сложности какие-то есть в постановке? Но вот вы говорите, не всегда же все гладко бывает. Вы знаете, да, не всегда все гладко бывает. Как в любом мюзикле, который создается только здесь и сейчас, есть какие-то моменты и шероховатости. Что-то хочется все равно подделать в музыке, убрать там лишний такт, добавить другую гармонию, попросить у композитора создать, переделать какие-то нюансы мелодические. Или, допустим, хочется залезть тоже в либретто, что-то поменять, сделать более ярче, более подвижнее. Более понятно для артиста, потому что все равно, допустим, либретист, ну, он больше драматург, больше литературовед, и больше теоретик, нежели чем практик, да. А режиссер, когда это все получает, он же практик, наоборот, и ему нужно в это во все вдохнуть жизнь. Если там нет вот каких-то определенных канонов и законов, использованных, то в жизни все вдыхается так немножко напряженно, скажем так. Поэтому, конечно, есть какие-то трудности, конечно, есть какие-то проблемы, но какой театр без этого? Ну, да. А вообще довольны тем, что получается? Или рано говорить об этом? Ну, как родитель может быть недоволен? Нет, родитель может быть недоволен своим ребенком, когда он нашкодит, да. Но пока у нас так еще в предродовом состоянии, все прекрасно знают, что ожидание – это всегда ожидание чуда. У тебя все благостные, как правило, в этот момент. Ждете чего от зрителей? Вообще, наш алтайский зритель, я знаю, что вы были в других театрах, он чем-то отличается от других зрителей других городов? Я заметил одну вещь. Алтайский зритель очень благодарен. Они просто, я редко вижу, чтобы в театре вставали после каждого спектакля, аплодировали минут по 10, не уходили, не бежали куда-то там с номерком за вещами, потому что наша столичная жизнь, я ни в коем случае ничего не буду говорить про столичного жителя, но она подразумевает совершенно другое. Там две минуты аплодисментов, и все, и занавес опустился, и зритель расходится. Все, мы идем дальше, мы бежим жить дальше, да, говорит нам зритель того же Санкт-Петербурга или Москвы. Вот у вас удивительно благодатный в этом случае зритель, благодарный. Это 10 минут аплодисментов практически каждый спектакль. Это просто, это удивительно, это, ну, это вызывает восхищение. Кто в главных ролях, кто исполняет главные роли? А главные роли, это роли француза, ну, тут вот, знаете, на самом деле, Несколько составов будет? Не будет по два состава на каждую роль, назначено, вы знаете, я не могу анонсировать кого-то, объясню почему, потому что спектакль получается ансамблевый. Тут вот нет, вот, знаете, вот, как, допустим, ну, там, не буду приводить в пример никакой мюзикл, да, но вот есть мюзикл за главной ролью, и это роль главной, там, Иисус Христос, суперзвезда, да, в роли Иисуса, там, ну, или два человека, да, или два человека, это там, вот, они исполняют один Иисус, другой Иуды, да. Здесь настолько грамотно, интересно сделано либретто, что этот спектакль ансамблевый абсолютно, да, то есть здесь целый актерский ансамбль. И заключительный вопрос, потому что у нас время заканчивается, волнуетесь перед премьерой, и чего ждете вообще от нее? Вы знаете, я жду, ну, я перед этой премьерой, честно вам могу сказать, да, перед любой премьерой волнуешься, но перед этой волнуешься особенно, потому что всегда, когда в первый раз заходишь в какую-то воду, да, это всегда немножко волнительно, потому что это второй раз, а, не повторится, то есть в два раза в одну и ту же воду зайти нельзя, вот. И всегда хочется сделать лучше, чем ты можешь, да, показать себя, вот, как павлин хвост распустить, показать себя просто с наилучшей стороны, с наилучшей стороны своего мастерства, и всегда хочется желать себе, не только своему ребенку спектаклю, но и себе успеха, да, это как у детей должны быть счастливые родители. Хорошая же фраза все-таки, согласитесь. Так вот режиссер-постановщик тоже должен быть счастлив, тоже должен быть рад, тоже должен быть, пусть будет усталость, но пусть она будет радостная. Ну, я надеюсь, что зрителям понравится ваш спектакль. Ну, мы это посмотрим 22-го, 23-го и 24-го. Да, уже совсем скоро, поэтому мы приглашаем. Спасибо вам большое, Василий. Да, вам спасибо огромное, был очень рад. А я напомню, что мы сегодня говорили с Василием Заржецким, режиссером-постановщиком мюзикла «Хан Алтай». Спасибо. Спасибо.